Обычные ежегодные встречи людей, которые знали и самого Анатолия Ветрова, и много лет, уже больше восьми спустя, после его трагической гибели, помнят его стихи, проходили в Загорянке на берегу Клязьмы. Но в этом году погода внесла коррективы, и гостей принимал гостеприимный Дом культуры товарищества собственников недвижимости Северной. Как и в прошлые годы, на фестиваль приехали композиторы, писавшие песни на слова Ветрова, барды, певцы, поэты, литературоведы, искусствоведы, люди других творческих профессий. И пришли просто жители поселка, где жили и живут известные, знаменитые люди, но при всем, при том, литературный псевдоним поэта Ветрова продолжает звучать в памяти многих. Ветрову сейчас бы исполнилось 63. Жизнь его была, в общем-то, обычной армией, работа на стройке, а позже просто грузчиком, и она не могла служить образцом для подражания, и погиб он совсем грустно под колесами электрички. Но одновременно с этим сумел после себя оставить глубокие и проникновенные строки, которые все чаще последнее время выходят в книгах, и теперь уже практически все целиком напечатаны в нескольких интернет-ресурсах. Еще при жизни, в 1998 году, его, автора нескольких поэтических сборников, к одному из которых, надо заметить, счел для себя обязательным написать предисловие не кто-нибудь, а Булата Куджава, поэта Анатолия Ветрова приняли в Союз писателей России. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Учим мы в школе Некрасова, а для такого человека, как Ветров, эта мысль звучала во сто раз жестче, до грома и гнева в его строках, в которых одновременно были и гордость за Родину, и боль из-за тяжелого и трудного пути, который выпадал порой на долю людей. Песни получались на стихи Ветрова красивые, напевные и задевающие заживое. «Плачет густая земля, вся залита кровью, Бородинские поля, слома под Московью». Как бы все сводится, вот знаете, это как код. Код такой, закодированная какая-то формула, вот в этом стихотворении, в любом. Любое стихотворение Ветрова, разная мелодия, именно находит свое очень красивое применение, и музыка начинает жить. Фестиваль Анатолия Ветрова, он объединяет разных людей с разным творчеством, и здесь чувствуешь себя комфортно. И благодаря, конечно, супруге Луизе Ивановне Ветровой, все-таки это классно, когда несешь ты память от тех великих музыкантов, поэтов, в частности поэтов. И мне понравилась очень надпись здесь, где он извещает о том, что и в Париж можно съездить, и в Италию, но на Крязьме лучше. Ветру богаты в разных ритмах, в разных тематике. Он то нежный, то агрессивный. Талант, большой талант. Рамки информационного сюжета не могут вместить всех тех, кто просил нас зафиксировать на камеру их благодарственные поэту Ветрову слова. Но есть еще и другое, что не позволяет в достаточной степени открыть вам, уважаемые зрители, этого поэта. С мощной энергетикой, красивым звукорядом и хлестким смысловым наполнением текста. Стихи, согласитесь, надо читать. И читать в том числе наедине с самим собой. Настоящая поэзия этого стоит. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.